В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Видном состоялось расширенное заседание Президиума Совета ветеранов Ленинского городского округа. Личные встречи, они всегда помогают власти услышать ветеранов, потому что много вопросов накапливается. В Доме культуры поселка Петровская отметили День войск противовоздушной обороны. Наши войска, я даже не постесняюсь сказать, являются, наверное, единственными войсками, которые без подготовки мгновенно способны вести боевые действия. На Аллее Славы прошел митинг, приуроченный к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Из десяти деток, находящихся в концлагерях, только один остался в живых. В Видном прошло расширенное заседание Президиума Совета ветеранов Ленинского городского округа. Это первая столь масштабная встреча членов ветеранских объединений с начала пандемии. Посетил мероприятие и временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Дмитрий Абаренов. Заседание Совета ветеранов округа решено было организовать в форме чаепития, чтобы в непринужденной обстановке можно было обсудить все вопросы и проблемы, которые сейчас волнует ветеранское сообщество. Личные встречи, они всегда помогают власти услышать ветеранов, потому что много вопросов накапливается. А если говорить о прошедшем периоде, это очень тяжелый период пандемии. И ветераны, у них тоже много вопросов, много предложений. Совет ветеранов, временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Дмитрий Абаренов, посетил в числе первых общественных организаций муниципалитета. Без вас нет будущего, это совершенно точно. Благодаря вам мы вообще здесь находимся и можем пить чай спокойно под мирным небом. Поэтому могу со своей стороны вас заверить, что мы будем всячески помогать. Далее слово взяли сами ветераны. Они рассказали, как вели военно-патриотическую работу в пандемию, озвучили свои вопросы и конкретные предложения. Сделать автопробегу. Что мешает? Мы можем сами, мы еще пока многие, да, взять там пару микроавтобусов, посадить тех же ветеранов. Тот же период, как говорится, как-то организован. Мы можем привязать сюда и школьников. Три года тому назад, последний раз, мы вывозили детишек в наш великолепный музей космонавтик, который находится в Мутище Королеве. Проблема в чем? Проблема в том, что, во-первых, он закрытая организация. Самый главный и самый тяжелый вопрос – это доставка детишек в наш музей. Именно транспорт? Именно транспорт. Ветераны также предложили усилить военно-патриотическую работу со школьниками и молодежью и открыть ветеранские общественные центры на территории муниципалитета. Дмитрий Абаренов пообещал взять все поднятые вопросы в работу. Также он предложил проводить подобные встречи на регулярной основе. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Ежегодно 11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В преддверии этой даты в городе Видное на Аллее Славы прошел митинг, в котором приняли участие бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, учащиеся в видновских школах, руководству муниципалитета и представители общественных организаций. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. В Ленинском городском округе сейчас проживает 54 бывших узников фашистских концлагерей. 10 лет назад их было более 240 человек. Все меньше остается тех, кто в детстве смог пройти через нечеловеческие условия. Дети, которые оказались в фашистских концлагерях, испытали невыносимые условия. Ведь из 10 деток, находящихся в концлагерях, только один остался в живых. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей – это еще один повод вспомнить о том, сколько горя принесла Вторая мировая война и как важно хранить мирное небо над головой. Дата была установлена в память о восстании узников концентрационного лагеря Бухенвальд, которое прошло 11 апреля 1945 года. И хотя дату отмечают по всему миру, в России к ней особое отношение. Каждый год люди возлагают венки и цветы к мемориальным памятникам и в Видном традиционно проводят торжественный митинг. Памятник малолетним узникам фашистских концлагерей в прошлом году был перемещен ближе к вечному огню. Непокоренные – так написано на нем и на медалях тех, кто смог пройти через настоящий ад и остаться в живых. Вы выстояли, вы сохранили веру в добро, вы прошли и являетесь примером настоящего урока мужества для всей нашей молодежи. В этот день по всему миру люди отдают дань памяти и уважения тем, кто пережил фашистские концентрационные лагеря и замирают в минуте молчания, вспоминая тех, кто не дожил до освобождения. В митинге в качестве почетного караула принимают участие и юные мальчишки и девчонки. На подобных встречах школьники учатся тому, что важно оставаться человеком даже в самых ужасных условиях и сохранять силу духа. Эти традиции мы должны продолжать в лице вновь созданных молодежных движений. Это юная армия, кадетское движение, ну и многие другие, которые направлены на развитие патриотизма. Совсем недалеко от памятника детская площадка юным непоседам не до торжественных мероприятий. А все, кто собрался сегодня на Аллее славы, уверены, эти дети никогда не узнают ужасов войны. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Рейды по проверке мест для сбора твердых коммунальных отходов в муниципалитете проводятся еженедельно. Контейнерным площадкам в Расторгуеве уделяется особое внимание, так как они считаются самыми проблемными. В одном из рейдов приняла участие и наша съемочная группа. Недобросовестные граждане или неприезжающий вовремя мусоровоз, а может и то, и другое, за контейнерными площадками в округе наблюдают все время. Еженедельно сотрудники Госадомтехнадзора совместно с административной комиссией и общественниками муниципалитета проводят рейды по проверке мест для сбора коммунальных отходов. Подъехали и увидели, что очень много мусора находится не непосредственно в баках, а рядом. То есть люди подъезжают, но это как бы не запрещено, да, это место складирования мусора. Ну, неужели так трудно жителям опустить пакет с мусором именно непосредственно в бак? Мусорные пакеты, оставленные жителями рядом с контейнером, региональным операторам не собираются. За это отвечают другие службы. Однако, пока проходит уборка одной площадки для сбора отходов, на другой мусор, лежащий у бака, успевает разлететься по всей прилегающей территории. Остро стоит и проблема размещения крупногабаритных отходов, то есть мебели или строительного мусора, в непредназначенных для этого местах. Жители частного сектора обязаны вывозить, либо заказывать бункер-накопитель, либо везти на контейнерной площадке, где предусмотрен отсек для сбора крупногабаритного мусора и строительных материалов. За сброс мусора в неотведенных местах предусмотрен административный штраф, физические лица до 5000 рублей. Но платить будут не только нерадивые жители. Во время рейда был выявленный ряд нарушений со стороны регионального оператора. Вот на этой нет крышки, здесь разбитые тоже крышки. Видишь, отломаны уже. Вот здесь хорошо видно, вот он полностью разбитый. Если брать вопрос по сбросу мусора, у нас за год бывает более 100 штрафов, наверное, от 1000 рублей до 5000 рублей. В данный момент этот вопрос стоит очень остро. Поэтому мы вынуждены проводить данные рейды на еженедельной основе. Но даже если нарушение зафиксировано, а виновный не пойман за руку, его все равно найдут. Гора строительного мусора на улице Черняховского по всем признакам образовалась не так давно. Установить нарушителя просто. Сотрудники Госадомтехнадзора имеют доступ к камерам видеонаблюдения, установленным по программе «Безопасный регион». Так что позаботьтесь о себе и о других. Выкидывайте мусор правильно, ведь это достаточно просто. В Ленинском городском округе уже полтора года работает губернаторская программа «Активное долголетие». Популярность клубов растет благодаря опытным инструкторам, которые знают и любят свое дело. Об одном из них расскажет Галина Житкова. В любую погоду с неизменно хорошим настроением на тропу здоровья выходит Людмила Лозинская и ее команда по скандинавской ходьбе. Снег или ветер – не преграда для энергичных спортсменок. Мне было 25-30. Я вот в этом возрасте брала детей. А теперь вот эту энергию практически я хочу отдать людям старшего поколения. Серьезный паспортный возраст, а ей на днях исполнилось 70, совершенно не соответствует ее внутреннему состоянию. Она ведет группы по скандинавской ходьбе, дыхательную гимнастику по Стрельниковой и сама занимается в танцевальном кружке. Репетирует рок-н-ролл. Она для меня все. И солнышко, которое светит даже в ненастный день, и моторчик, который нас заводит, не только меня, она заводит здесь всех. То есть вот все сидят. И вдруг выходит наш Людмила Васильевна, и все начинают танцевать. Коллеги особо ценят Людмилу Васильевну за доброжелательность и стремление всегда прийти на помощь. В своем любимом центре «Вера» она работает почти 20 лет. С первых дней Людмила Васильевна, конечно, она меня покорила, потому что она очень контактная, очень позитивная. Она прямо, знаете, как птичка порхает. И я вот делала даже там, мы сейчас свод готовили, да, и когда смотрели по активностям, вот она у нас лидер по активностям, все идут прямо к ней. Потому что на самом деле люди тянутся к человеку. Им даже не то, что там скандинавская ходьба, какая-то лидер поискательная гимнастика, они идут на человека, на педагога. Людмила Лозинская наглядно демонстрирует, что возраст не помеха для успеха, счастья и солнечного настроения. Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. День войск противовоздушной обороны отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. В преддверии праздника в Доме культуры поселка Петровская состоялось торжественное мероприятие, на котором побывала наша съемочная группа. На службе воздушных границ. Именно так назывался праздничный концерт, посвященный Дню войск ПВО. Мероприятие проводилось в зале Дома культуры поселка Петровская. На него были приглашены военнослужащие 5-й дивизии и ветераны соединения. Наши войска, я даже не постесняюсь сказать, являются, наверное, единственными войсками, которые без подготовки, мгновенно способны вести боевые действия, то есть отражать удары воздушного противника. После поздравления личного состава с профессиональным праздником командир 5-й дивизии полковник Александр Бережной вручил награды и медали отличившимся офицерам. Для ветеранов вооруженных сил этот праздник особенный. Полковник в отставке Анатолий Григорьевич Бабич в военный городок Петровская приехал в 1960 году. Проходил здесь службу. Это не праздник, это наоборот, я вам скажу, это лишняя степень ответственности, вспоминания за то, что было, как было, как что делали, до чего добились, как сейчас это поддерживают. День ПВО – значимая дата и для большинства жителей бывшего военного городка, а ныне гражданского поселка Петровская. Я здесь работаю достаточно давно и все годы моей работы в органах местного самоуправления мы всегда взаимодействовали с воинской частью и всегда мы проводили такие совместные мероприятия. И военно-патриотически рассказывали детям и мирному населению о наших защитниках неба. Мы проводим вместе и 9 мая – это День Победы. Войска противовоздушной обороны всегда стоят на страже мирного неба. Это офицеры, которые защищают нашу страну, невзирая на возможную опасность. Они несут огромную ответственность за счастливое будущее каждого из нас. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok